В английском языке очень важно знать, какие существуют типы вопросов, так как они связаны с использованием различных времен, а также с тем, как на них ответить. Сначала необходимо узнать, какие именно типы вопросов в английском языке существуют. So, question types in the English language are the following. Simple question, tech question, special question and choice question. Simple question – простой вопрос. Это самый простой тип вопроса и самый распространенный. И что самое хорошее, на него можно ответить кратким способом. Он использует конструкцию самого времени, в котором употребляется. Ответом на него слушает слово yes или no. Разумеется, согласно грамматическим правилам, в особенности классическим, вам также нужно употребить подлежащие сказуемые. Однако в современном английском языке это не является нормой. For example, do you live in Tashkent? Yes, I do. Вы живете в Ташкенте? Да. Have you finished your work? No, I haven't. Ты закончил работу? Нет. Обратите внимание, что в предложении соблюдается употребление времени. То есть, если вы отвечаете на вопрос, вы отвечаете на него в том же времени, в котором он задан. Special question – специальный вопрос. Это тип вопроса, который требует от нас конкретной информации. Он, в принципе, выглядит совершенно так же, как и простой вопрос, но с небольшой модернизацией. Он использует перед собой различные вопросительные слова, которые уточняют нам, что именно вопрос спрашивает. For example, when, where, who, what, why, which, and how. For example, where do you live? I live in Tashkent. What do you like to eat for breakfast? I like to eat oatmeal. Tech question. Это наиболее литературный вопрос. Так называемый вопрос с хвостиком. Он состоит из утвердительного предложения и вопроса в том же времени в форме отрицания или наоборот. You have finished your work, haven't you? Choice question. Вопрос выбора. По сути, это простой вопрос, в котором нужно сделать выбор. Например, do you like English or do you prefer French? Обратите внимание на эти два примера. В первом примере у нас два разных действия, поэтому это сложное предложение. И так как оно сложное предложение, то вспомогательный глагол нужно упомянуть два раза. Do you like English or do you prefer French? Тем не менее, если же предложение является несложным, то есть простым, мы можем упомянуть вспомогательный глагол лишь один раз. Do you study English or German? Таковы типы вопросов в английском языке. Материалы к теме вы можете найти в других секциях данной темы на нашем сайте.